Документы Добро пожаловать во Флоренцию. Это «Жизнь других». Флоренция подарила нам Данте, Боттичелли, Леонардо да Винчи. Мы все их знаем и, конечно же, очень сильно любим. А кто же сегодня здесь рождается, растет, женится, а, возможно, и творит не хуже гения прошлого? Давайте же сегодня все это с вами не узнаем. Прям не терпится. Так здорово. Класс! Флоренция – столица региона Тоскана. Один из самых знаменитых городов Италии. Еще бы! Здесь и легендарный Давид, и собор Дуомо. А количество музеев вообще на пальцах рук и ног не сосчитать. И среди всей этой красоты живет почти 400 тысяч человек. Но не все они занимаются искусством, как, например, ребята из команды «Погребли». Как говорится, не до Винчи единым. А выстроенными, как грибцы, не помешает даже флорентийская кухня, на которой шеф-повар Луиджи как Микеланджело в своей мастерской. И все же, если бы я родилась во Флоренции, то хотела бы быть как Надия. А что, пришла с работы домой, а стол накрыт, и дети накормлены? Но это лишь капля в жизни Флоренции. Пришло время погрузиться в море. Флорентия на самом деле ничем не уступает ни Риму, ни Милану. Здесь тоже очень много музеев, произведений искусств, красивой архитектуры. Но вот люди во Флоренции отличаются. Мне кажется, флорентийцы более ворчливые, чем другие итальянцы. У всех нас отличное чувство юмора, правда, не всем понятное. Вы скажете, что у всех итальянцев оно есть, но поверьте. Мы не любим чужаков, но уж если полюбили, то поверьте, это навсегда. Навсегда здесь и любовь к искусству. Все школьники с первого класса ходят здесь по музеям, и я не исключение. И это не просто экскурсии. У нас там и уроки проходят. Если ученики спрашивают меня, зачем нужно искусство, то я объясняю, что именно оно делает наш внутренний мир прекрасным и позволяет по-новому взглянуть на нашу жизнь. Для того, чтобы разбираться в искусстве или вообще приобщиться к нему, иногда можно работать даже охранником. Вы спрашиваете, как это так? Вон люди работают охранником и ничего не понимают в искусстве. А во Флоренции все, может быть, сейчас расскажу. И Лоренция яркий тому пример. Ведь уже 11 лет он работает в знаменитой на весь мир галереи Уфицы. Но вот попасть сюда было непросто. Каждый, кто хочет работать в музее, неважно кем, должен пройти отбор в три этапа. Тесты, а потом письменные и устные экзамены. Со мной в отборе участвовало 11 тысяч человек. Из них лицензию на работу получили лишь единицы. Для этого пришлось изучить много литературы. Ну скажи мне, это сложная работа, быть охранником здесь и охранять все вот эти произведения искусств? Ты же, я так понимаю, и днем, и ночью работаешь? С одной стороны, это огромная ответственность, а с другой – большая привилегия. Мы работаем с напарниками посменно. Если смена дневная, то я подолгу сижу у монитора и время от времени выхожу в зал и общаюсь с посетителями. А то, что происходит у нас ночью, тайна под семью печатями. Секретисимо тут свои. Но только на первый взгляд эта работа может показаться спокойной. Ведь круглые сутки каждый работник службы охраны должен быть на чеку. А были вот за 11 лет хоть раз по ограблению галереи? Ну или какие-то непонятные такие звуки, может, по ночам? Это секретная информация. Даже если бы я хотел что-то рассказать, не могу. Но в Лувре было. Вот я тебе так скажу, знаешь. И это гремело на весь мир. А тут раз никто ничего не знает, значит, вы молодцы. А ну, скажи мне, хорошо, а ты когда-нибудь селфи делаешь с какими-то произведениями искусств? Нет, я такое не люблю. Ой, я тебя понимаю. Мне тоже, знаешь, с произведениями искусств, что с Микеланджелой стоишь. Боже, нет, ну я только что сделала такой селфи. Надо стереть. А чтобы сделать отличное селфи, нужен хороший телефон. Для этого я захожу в Е-каталог. Выбираю понравившиеся модели и сравниваю их. Е-каталог помогает подобрать не только самый выгодный товар по цене, но и самый лучший вариант по твоим запросам. Например, я могу выбрать смартфон с топовой селфи-камерой. Несколько кликов и телефон у меня в руках. Но не только работой у Микеланджело любуются местные жители. Ведь здесь и по сей день, так скажем, творят местные художники. Их работы мало похожи на произведения их предков. Но что поделать? Они художники, и они так видят. Недавно на главной площади установили лысую елку. И вот понимай это как хочешь. Очень трудно конкурировать с великими художниками. И наше поколение этого и не хочет. Многие не понимают и осуждают современное искусство. Но нам важно иметь свой стиль. Я, например, занимаюсь стрит-артом. И с легкостью могу сказать, что именно это может стать нашей новой эпохой возрождения. Своё лицо под маской и очками молодой художник прячет не из-за того, что вокруг бушует пандемия, а из-за того, что он частенько рисует в неположенном месте и нарушает закон. И пока многие спорят, сможет ли современное искусство оставить след в истории, загадочный художник не перестаёт писать свои картины и преподавать искусство для детей. Хотя иногда кажется, что они уже с пелёнок знают каждую трещинку на статуе Давида. В отличие от многих из нас. Но всё же, кое-что общее у нас с ними есть. Ай, куда? Ай, куда? Я помню, когда заканчивался учебный год, мои родители сразу мне спокойно отдавали в пионерский лагерь. Во Флоренции нет пионерских лагерей, но тут есть летние лагеря, куда родители тоже сразу после школы, когда заканчивается учебный год, отдаёт своих малышей и прекрасно себе дальше работают спокойно. Что интересно, отдаёт как школьникам в летней лагере, так и детей из детского сада. Потому что детские сады во Флоренции на лето тоже закрываются. Сады закрываются на каникулы с 30 июня, а школы на две недели раньше. Поэтому родителям есть куда отправить своих детей. Но мы не тот лагерь, куда можно отдать ребёнка на три недели. Здесь никто не ночует. Родители приводят своих детей в 8 утра и забирают в половину шестого вечера. Зато всё остальное, как в лагере из моего детства. Кто песни поёт, кто балейбол играет. Неделя пребывания в нашем лагере стоит 160 евро. Плюс 40 евро за питание, если родители не хотят давать еду с собой. Когда я училась в школе, я занималась в музыкальной школе, хореографии. Мальчишки у нас занимались футболом, а здесь во Флоренции дети в основном занимаются греблей. И мальчики, и девочки. Вот так. Для того, чтобы попасть в команду по гребле, у нас есть два условия. Уметь плавать и удачно пройти медосмотр. И после того, как школьники удачно прошли медосмотр, они платят 200 евро за 20 занятий вот на таких тренажёрах. И только потом они садятся в лодку и бороздят просторы реки Арно. Вы давно занимаетесь греблей? Я уже два года. Я три с половиной. Я тоже давно. А почему вы выбрали именно греблю? Почему не выбрали футбол? В Италии же очень футбол тоже популярен. Гребля помогает накачать мышцы. Если у кого-то проблемы со спиной, надо точно идти на греблю. Очень помогает. Здесь занимается немного девочек, и мне это нравится. И кажется, я понимаю, в чём причина. Многие мои подруги шли на греблю, так как там тренируются самые красивые парни, и практически нет конкуренток. Вот вам и лайфхак из Флоренции. Забудьте про приложение для знакомств, записывайтесь на греблю. Слушайте, тогда хорошо, идите занимайтесь дальше, а то я отвлекаю детей, так сказать, от тренировки. Всё. Прежде чем мы продолжим, хочу напомнить, что прилетела я сюда с помощью авиасейлс. У них всегда есть выгодные авиабилеты. Там можно видеть финальную цену с багажом. Очень удобно. Пользуйтесь обязательно. На любимые тренировки многие маленькие флоренцийцы приезжают на своих велосипедах. Хотя и взрослые не откажутся от двухколёсного друга. Машина во Флоренции – это не предел мечтаний. А вот велосипед или мопед – вот это дело. И дешевле, и удобнее, и везде проедешь. Вот это красота. Во-первых, на двухколёсном транспорте легче продвигаться по центру. А во-вторых, его очень легко припарковать. Машину же надо ставить либо на платную парковку за 2 евро 50 центов в час, либо же брать в аренду гараж за 250 евро в месяц. Власти города каждый день пытаются придумать что-то новое для улучшения дорожного движения. Мы всячески мотивируем наших жителей пересесть на общественный транспорт. У нас отлично работают автобусы, скоростные трамваи, которые соединяют все районы города. А также на прокат всегда можно взять велосипеды, самокаты и даже электрокары. Но когда в семье двое маленьких детей, как у Филиппо и Надии, без машины не обойтись. Молодая семья временно живёт в съёмной квартире, на которую уже положили глаз. Мы планируем выкупить квартиру, которую сейчас снимаем. Стоит она 650 тысяч евро. А пока хозяева квартиры думают, мы платим полторы тысячи каждый месяц плюс 150 евро за коммуналку. Квартира очень светлая и просторная. Нет ничего лишнего. Даже детская, не заваленная игрушками. Я нетипичная итальянская мама. Иначе бы каждый день что-то покупала детям, и здесь был бы бардак. Я наполовину швейцарка, и мама меня научила рациональности. А скажи мне, я уже была много в итальянских семьях. Это правда, что мальчиков балуют больше, чем девочек? Мне кажется, что так во всём мире. Да? Не знаю я. Но вот эти вот итальянские мальчики, они потом говорят, что вырастают, и такие они всё время до 40 лет живут с мамой. Тоже собираешься с ним до 40 лет жить? Да. Да, да. Ой, господи, вот это я, получается, злая мать. Я, знаешь, в 20 лет выгнала своего сына. Но я, конечно, не выгнала его. Он пошёл работать. Пока мы с Надей варили кофе, она сказала, что за еду в её доме отвечает муж. Подожди, а что у тебя? Муж не работает? Что он занимается хозяйством, готовит? То есть, как-то так тебе удалось такое распределение обязанностей сделать. Работает, конечно, просто он заканчивает в 6, а я после 7 домой прихожу. Ну и буду честной, он готовит гораздо лучше. Это же прекрасно. Мой вот как приготовит, ты знаешь, я говорю, кислая паста. А он мне говорит, он говорит, прекрасно. Ну, в общем, понимаю, что не буду рассказывать все вот эти сложные отношения. Но это же так прекрасно, когда муж готовит. Так, ну что, давай ставь кофе уже. По словам Надии и Филиппо, чтобы семья из 4-х человек могла хорошо жить, необходимо 4-5 тысяч евро в месяц. А значит, надо, чтобы работали и муж, и жена. Но семей с двумя детьми в Италии с каждым годом становится всё меньше. За последний год рождаемость упала на 15%. К тому же, с каждым годом женщины рожают первого ребёнка всё позже и позже. Но сколько бы лет рожейницы не было, роды всё равно покрывает страховка. И что самое интересное, рожать здесь любят не в частных клиниках, а в государственных. Во Флоренции родить проще, чем найти детский сад для ребёнка. Бывает, стоишь в очереди годами. Приходится искать частные, которые стоят от 300 и до 1000 евро в месяц. Хорошо, хоть со школами попроще. Если вы со мной уже путешествовали в Венецию, Милан или Рим, то про школы во Флоренции вы ничего нового не узнаете. Они идентичные. Учатся с 6 до 19 лет, в старшей школе выбирают профиль и заняты практически весь день до самого вечера. В некоторых классах уроки длятся до 6 вечера. Даже на каникулах мы собираем школьников и проводим для них различные занятия и мастер-классы. Устраиваем экскурсии в музей, ставим мюзиклы и снимаем короткометражки. Живя во Флоренции, вот в этой всей красоте практически преступление не быть дизайнером. Чего угодно. Мебели, домов, одежды, сумок. Поэтому многие выбирают идти учиться в университет дизайна. Чему их учат, сейчас посмотрим. Университет дизайна частный. Если в государственных вузах образование будет стоить от 1000 евро в год, то здесь придется приготовить от 10 тысяч. Мы готовы платить такие деньги, ведь диплом частного университета открывает куда больше возможностей. И спустя 3 года обучения меня возьмут на работу с закрытыми глазами. В частных вузах более индивидуальный подход к каждому студенту. Если у нас группы по 10-15 человек, то в ГОС будет в 2, а то и в 3 раза больше. Фил студент первого курса и сегодня у него экзамен. У меня до сих пор от слова экзамен холодок по спине. Зато Фил даже не начинал волноваться. Ну, это мне так кажется. Сейчас узнаем, как обстоят дела на самом деле. Сейчас начинается экзамен по дизайну интерьера. То есть все, конечно, на нервах, знаешь, именно ух, какая. Ты, Фил, как у тебя дела? Нервничаешь? Немного переживаю, но я готовился всю ночь и должен все сдать. Я тоже верю в тебя. Это у тебя что, интерьер дома, квартиры? У нас было задание спроектировать квартиру для молодой семьи. И сегодня я буду защищать этот проект перед комиссией. Смотри, диван сделал из картонки, стулья из картонки, кухня, вещь, полочки. Ой, я так в детстве куклам делала интерьер. Чего я выросла ведущей, непонятно. Приехав в один из самых красивых городов Италии, вы должны остановиться в особенном месте, таком как отель Дели Орофи. Отель расположен в старинном здании в историческом центре Флоренции. Уютные сьюты и новые люксы, зал для завтрака с аутентичными фресками 18 века, а также бар с террасой на крыше, сделают ваше путешествие незабываемым. Но если вы спросите, где разгуляться будущему архитектору в городе, в котором ничего нового не построишь, то ответ прост. Можно бесконечно переделывать старые здания. Мы постоянно работаем над обновлением города. Стараемся восстанавливать заброшенные здания или же отстраивать на их месте новые, чтобы было социальное жилье для малообеспеченных граждан. Сегодня здесь можно выпить кофе, погулять с детьми. Спокойное, уютное место. А совсем недавно это был внутренний дворик тюрьмы. Тут гуляли заключенные. И вот эти окна с решетками были их камерами. А сегодня здесь живут люди. Красота! Вот так вот выглядит социальное жилье во Флоренции. Каждый, кто живет во Флоренции, на легальных основаниях может претендовать на соцжилье, если зарабатывает в год меньше 16 тысяч евро или же имеет серьезные проблемы со здоровьем. Необходимо лишь собрать пакет документов и встать в очередь. Так, Идионыч, видите, тут хорошо, что все отреставрировали. Самое интересное, что тюрьма тут была еще в 90-е годы. Представляете? Я ходила в школу, а тут еще сидели люди, заключенные. Потом их расформировали, перестроили и все заселили. Ой, как интересно! Вот это раньше были тюремные коридоры. Тут ходили заключенные, а вот эти квартиры... Вот покажи, покажи квартиру, видишь? Квартира номер 8. Это раньше были их камеры. Они так выходили и шли по коридору. Я такое видела, знаешь где? Волька трассе в тюрьме. Когда-то, очень давно. Ой, как интересно! И решетки на окнах везде. Социальное жилье – это не значит плохое жилье. Есть квартиры и по 60 метров, и по 90. Есть и отопление, и горячая вода, и все необходимые удобства. Ну вот, так квартиры эти выглядят изнутри. Вот это местные жители. Показывайте, что у вас тут есть. Я, конечно, не успела убраться. Я понимаю, да, конечно. Ну вот это 60 метров, вот это вот комната. Тут есть кухня, стол, даже выход на балкон. Ну, так сказать, просто подышать воздухом. Тут все есть, все, что есть необходимо, да? Ну, вам тут нравится же, да? Очень нравится. Это я вам показала стандартную квартиру. А вот зайдя в апартаменты побольше, я бы вообще никогда не подумала, что это соцжилье. Hello! Сейчас я вам хочу показать еще одну квартиру. Ну, мы же просто, нам же интересно, понимаете? Вот это квартира 90 квадратных метров. Она даже имеет второй этаж. И там еще две комнаты. То есть тут 90... Простите, мне звонят. А, конечно, конечно. Говорят, муж звонит, надо идти. Тоже вот и кухня здесь есть. Да, тут такой зал просторный. Лестница на второй этаж. Ну, знаете как, за 40 евро в месяц, я думаю, что тут, наверное, дороже. Жить очень даже прилично. В зависимости от уровня доходов, все жильцы платят ежемесячный взнос от 40 до 250 евро. Но совсем недавно этот дом выглядел совершенно по-другому. А вот тут я нахожусь в той части тюрьмы, которая еще не реставрирована. И она только, только начинает, начинает из нее строить жилые дома. А пока, видите, здесь вот... О, посмотри! Вот это, видите, обыкновенный тюремный коридор с камерой. Вот, где сидели заключенные. Видите? Он унитаз, раковина. Ну, все как у людей. Если вы счастливый обладатель недвижимости во Флоренции, то ремонт вы тоже просто так не сделаете. Ведь без разрешения властей нельзя и гвоздь прибить. Мой загородный дом является достоянием архитектуры. Поэтому мне потребовалось 25 лет на то, чтобы получить все разрешения для ремонта нескольких спален и ванной комнаты. Надо сказать, что дом Дуччо был построен в начале 17 века. Поэтому в его доме регулярно работают электрик и плотник, который решает одну проблему за другой. Но, кажется, им это удается. Ведь дом не только в отличном состоянии, но здесь даже есть все современные удобства. Я смотрю, вот даже батареи сделали. Какая у вас температура зимой держится тут? Здесь прохладно. Зимой около 17 градусов. Но так как я занимаюсь производством масла, остается много оливковых косточек. Ими-то мы и отапливаем дом. То есть, я так и понимаю, тут все время надо ходить в красивых одеждах. И, я так понимаю, в тапочках вы тоже не ходите, потому что у вас тут такой холодный пол. Камин есть, а вы телевизор не смотрите? Чаще, конечно, мне жена с дочерью играют на рояле, но некоторые киноновинки мы все же смотрим. Слышь, пока сядешь посмотреть телевизор, так околеешь зимой в 17 градусов. Надо надеть на себя всю одежду, чтобы досмотреть фильм. Дом, мягко говоря, огромный. Три этажа под землей и еще три этажа над землей. Правда, из них жилая зона каких-то тысячу квадратных метров. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Гуляя по дому, мне казалось, что я опять попала в музей. В спальне-кровать 18 века, в холле-стулье 17 века. А как часто вообще вы покупаете новую мебель? И покупаете ли? Редко. У нас ведь старый дом, и здесь большая часть мебели была сделана в эпоху Ренессанса. Просто грех портить наш дом тем, что не имеет ценности и истории. Только представьте, если жители квартиры в 100 квадратных метров платят в месяц за коммуналку под 300 евро, хм, сколько же платит Дучо за свой дворец? Я не занимаюсь этими вопросами. Я занимаюсь виноделием и выращиванием оливок. За все остальное отвечает моя жена. Так, хорошо, коммунальные, прокоммунальные ты не знаешь, а что в холодильнике у вас, ты знаешь? Там точно есть молоко, яйца домашние, рыба, мясо и овощи. У вас завтрак, обед и ужин. В определенное время вы приходите, уже садитесь за стол. То есть не бывает такое, что ты захотел что-то там перекусить, пришел в холодильник, открыл, а там ничего нет? Нет, ну что ты. Поесть – это святое дело. В холодильнике всегда ты найдешь парашюта. Ой, видите, все люди и аристократы тоже простые люди. Зашел, взял что-то запретное, потом себя ругаешь, проклинаешь или не проклинаешь и счастлив, знаешь, именно прошуто, сырочек. Ой, я так все это люблю. Капец. Такое палаццо стоит примерно 100 миллионов евро. На секундочку. Но если таких денег нет, но вы хотите жить в историческом месте, можно купить квартиру в центре Флоренции, но тогда придется смириться с одним печальным фактом. В центре Флоренции отсутствует канализация. Вместо нее под каждым домом есть выгребная яма. И раз в 5-6 месяцев владельцы дома вызывают специальную службу, которая выкачивает отходы. Стоит такая услуга от 500 до 2000 евро. Взять, например, мост Понте-Векел. В местных помещениях наличие туалета – настоящая роскошь. Не во всех магазинах здесь на мосту есть туалеты. Они работают, знаете, как в самолетах туалеты. Сейчас я покажу. Иди сюда. О! Это прям... Это прям, знаешь, как туалет-достояние, так скажем, в помещениях на мосту Понту-Векел. Вот так вот нажимаешь, и он прям воздухом все смывает. А я напоминаю, на дворе 21-й век. Единственное, что оправдывает отсутствие таких привычных для нас удобств – это то, что мост построен в 14-м веке. И в те времена, как известно, о канализации и не мечтали. Когда-то здесь торговали мясом. А потом, как прикарали и приказали торговать только золотом, так до сих пор им здесь и торгуют. Все магазины на мосту находятся в частной собственности. Нашей семье принадлежит три этажа по 70 квадратных метров каждый. И приблизительная стоимость всей этой площади – от 15 до 17 миллионов евро. А если вы захотите здесь арендовать один из этажей, то это будет стоить примерно 400 тысяч евро в год. Аренда равна государственному бюджету, небольшой африканской страны. Элиза продавать свои владения даже и не думает, ведь это и ее второй дом. Вот уже пять поколений они занимаются производством и продажей золотых украшений. На первом этаже находится сам магазин, на втором – офис, а на третьем расположена мастерская. И хочу заметить, что на третьем этаже практически ничего не поменяли со времен 14 века. А тут самое главное, ребята, выход на террасу. Представляете, вот прямо здесь, видите, проходит этот коридор, по которому раньше ходили все богачи. Представляете, и вот тут вот эта дверь, вот она точно не менялась. Понимаешь, вот с того времени. 14 век он как был, так и остался здесь. Это единственный мост, который остался с того времени. Ой, красота какая, а? Лепота, как говорили. На таких балконах часто организовывают романтические ужины для обеспеченных туристов. Так сказать, зарабатывают на каждом сантиметре. Каждый год Флоренцию посещают около 20 миллионов туристов. А это в 50 раз больше количества жителей. И несмотря на то, что треть флорентийцев зарабатывает на туристах, не все восторги от такого ажиотажа. Раньше на Центральной площади у нас была популярная лавка с панини и разными бутербродами. Туристы настолько неаккуратно их ели, что постоянно пачкали асфальт. После этого ввели закон о том, что есть можно только в ресторанах. Иначе придется заплатить штраф 200 евро. Не хотите платить штраф? Идите в ресторан. Ведь их здесь огромное количество. И сегодня я заглянула в гости к своему давнему знакомому Луиджи, в ресторане которого постоянно обедают и ужинают многие флорентийцы. Луиджи, вообще что считается типичной флорентийской пищей? У нас есть множество различных рагу, своя паста и, конечно же, знаменитый флорентийский стейк. Вот для того, чтобы приготовить флорентийский стейк, который известен во всем мире, мы это все знаем, да? Вот как его сделать так, что я могу его приготовить, чтобы не испортить? Или это может сделать только профессионал? Если ты не шеф-повар, то в домашних условиях его, конечно, не приготовишь. Нужно выбрать правильное мясо, жарить его на правильной сковороде или на специальном гриле. И строго определенное количество минут. Лучше просто пойти в ресторан и получить удовольствие. Не поспоришь, поэтому я лучше просто сяду за свой столик и почувствую себя настоящей флорентийкой. А начну я с пасты. О, красиво. Мамоники. Так, все, мерси, конечно. И на какое-то время я просто потеряла дар речи. Я все сказала. Я все сказала. Ужин в хорошем ресторане обойдется примерно в 25 евро с человека, если не будет алкоголя. Ну а если же вы захотите выпить бутылку хорошего флорентийского вина, то приготовьте около 40 евро. Паста улетела за несколько минут, но у меня еще осталось место для главного блюда. Королева флорентийской кухни. Правильных руках. У меня таяли продукты во рту. Мороженое, я не знаю, там еще что-то. Но мясо никогда. Можно выключить камеру? Я не могу оторваться. Кстати, чтобы стейк удался, необходим еще один очень важный ингредиент. Флоренция известна не только статуей Давида и другими мировыми шедеврами, но и оливковым маслом, которое идеально сочетается с флорентийским стейком. И вообще, это такая красота, свеженькое оливковое масло. В Тоскане живет огромное количество людей, которые выращивают оливки. Но вот масло готовят и единицы. Дарио – один из них. Ежегодно он производит от 4 до 7 тонн оливкового масла. Литр масла стоит 16 евро. Для его приготовления необходимо примерно 7 кило свежих оливок. Всю нашу продукцию мы делаем исключительно из нашего урожая, который мы собираем 7 тысяч наших деревьев. 90% масла Дарио отправляется на экспорт. Так что жители Америки, Китая, Японии и Сингапура добавляют в салаты и готовят еду именно на флорентийском продукте. Италия занимает второе место по производству оливкового масла. Лидер – Испания, а Греция сейчас на третьем месте. Кто-то работает в поле целыми днями, чтобы сделать оливковое масло, а кто-то творит в своей мастерской в старинном районе Сан-Николо. И речь идет о моем новом знакомом Селено Келлони – знаменитом местном парфюмере. А ты давно этим занимаешься? Больше 20 лет. Поначалу это было просто увлечением, а потом переросло в профессию. Ой, ты знаешь, я тоже увлекалась-увлекалась непонятно чем, в итоге тоже переросло в непонятно что, так скажем. А скажи мне, а твой нос у тебя застрахован? Да. Серьезно? Да-да. Ну вдруг у тебя пропадет, понимаешь, обоняние и все. Это мой кормилец. А были случаи, ну вот если ты, не знаю, заболел у тебя, там пропало обоняние, что ты делаешь? Я практически не болею, ведь каждое утро зимой и летом выхожу раздетый в свой сад и принимаю контрастный душ. Соседи могут подтвердить, они каждое утро это видят. В итоге, если бы я вышла перед своими соседями голая и встала под душ, то я думаю, что, наверное, на этом бы моя, так сказать, карьера и закончилась. Так, ну интересно. У некоторых карьера с этого только начинается, поэтому на твоем месте я бы не торопился с выводами. У Селена нет четкого рабочего графика. Он может работать весь день, а потом после ужина вернуться обратно и создавать новый аромат всю ночь. Ведь вдохновение приходит внезапно, в любое время суток. Парфюмеры часто задают новые тренды. Ведь в отличие от больших косметических корпораций, мы не ориентируемся на рынок. Мы экспериментируем и создаем что-то новое и необычное. Поэтому наши ароматы часто выкупают известные бренды. А сейчас Селена покажет несколько лайфхаков, как же правильно пользоваться духами. Когда тебя пригласили в ресторан, брызгаешь сюда. А, то есть вовнутрь себя, да? Окей. То есть не сюда, да? А-а-а. Этого хватит. И под рукавчик. М-м-м. То есть все под себя, так скажем. Теперь твой аромат не слышен. То есть аромат только для тех, кто обнимается и целуется. А для остальных, в принципе, нюхайте свое. А теперь совет на тот случай, если вы решили прогуляться в парке. Делайте перед собой небольшое облако из аромата. Заходите в него. И вуаля, вы благоухающее облако. Опытные парфюмеры, такие как Селена Келони, за месяц могут заработать от 10 и до 17 тысяч евро. Кстати, о заработке. Врачи во Флоренции зарабатывают от полутора тысяч евро, адвокаты от двух с половиной, социальные работники между 1200 и 1700 евро. Но если у тебя собственное производство или бизнес, то ты можешь зарабатывать в несколько раз больше. Производству кожи в Италии отведено особое место. Мы являемся мировым лидером в этой области, а Флоренция – центром производства. Согласитесь, фраза «итальянская кожа» ассоциируется только с высоким качеством. Один завод отшивает в среднем тысячу сумок в месяц. Стоимость колеблется от 900 до 2500. А за сумки из питона или крокодила придется отдать около 9000 евро. Нам часто прилетают от организаций по защите животных. Но есть несколько важных моментов. Первое. Пока мы едим мясо, всегда будет кожа для изготовления сумок или кошельков. Второе. Одна качественная кожаная сумка может передаваться из поколения в поколение, в то время как сумку из кожзама выкинут через год. Так что это еще очень большой вопрос. Кто сильнее вредит окружающей среде? Ну что сказать, любовь к качественным вещам у флорентийцев в крови. Так же обстоят дела и с работой. Вот Торелла с Анной Марией все никак не могут выйти на пенсию. А Джан Карло, даже выйдя на нее, не выпускает из рук гаечный ключ и в свои 90 продолжает чинить велосипеды. О том, как встречают старость и проводят свое время местные флорентийцы, узнаю у этих совершенно разных семей. Чем вы занимаетесь? Я медик и по совместительству преподаю в университете. Моя жена всю жизнь руководила галереей, а сейчас работает в фармацевтике. Я помогаю своим внукам и соседям с починкой велосипедов. Не сидеть же мне без дела на диване. А вы сколько лет на пенсию уже? Давай считать. Я вышел на пенсию в 72. Сейчас мне 90. Значит, уже 18 лет. Я еще работаю, ведь профессоры и судьи выходят на пенсию 70 лет, в отличие от остальных. Но я и после 70 буду работать, ведь я лечу и учу людей. Я не могу просто так уйти. Пенсионный возраст наступает в 67 лет. При этом за плечами надо иметь 25 лет стажа. И тогда ваша пенсия может стартовать от 1300 евро в месяц. Ну а если стажа недостаточно, вы будете получать всего 800 евро. А хорошо во Флоренции жить пенсионерам? От выплаты вам хватает на них жить? Я получаю тысячу, жена столько же. Нам хватает, потому что и тратить-то особо некуда. С этим ковидом из дома толком и не выходим. А многие наши друзья умерли. Так что я целыми днями в мастерской копошусь, а жена на кухне. Мы готовимся к пенсии, и я знаю, что если есть свое жилье, то на тысячу можно легко прожить. А многие и вовсе улетают жить на Канары. Ведь там и 500 евро хватит с головой. Вот и мы с женой подумываем, не улететь ли нам. Но я не могла не спросить о главном. Есть ли у вас какие-то сожаления о прошлом? Не знаю, может быть, что-то вы не сделали, упустили какой-то шанс. Хотели бы вернуться туда и переделать. Или нет? Или вы сегодня счастливее, чем тогда? Нам не о чем жалеть. Всю жизнь мы работали там, где нам нравилось. Путешествовали, воспитывали детей, наслаждались искусством, кино, литературой. У нас даже есть свой огород, где мы выращиваем томаты. И после выхода на пенсию ничего не меняется. Все, о чем мы мечтали, у нас было. И нам ничего не мешает продолжать заниматься теми же любимыми делами, но уже в окружении наших наследников. А я еще хочу дать совет молодежи. Не упускайте возможностей. Возможности получить хорошее образование, возможности заниматься любимым делом, возможности прожить эту жизнь в любви с дорогим сердцу человеком. И в конце концов, возможности увидеть, как растут ваши дети и внуки. Мы часто ждем завтра или понедельника, чтобы наконец-то заняться спортом, чтобы выучить новый язык, чтобы попробовать новый рецепт, чтобы купить путевку в то самое путешествие мечты. А может, хватит ждать? Может, этот день уже наступил? Может, пора жить, а не откладывать жизнь на потом? 1, 2, 3... I want to get lost tonight Get on a one-way flight out of here And start living the good life Let's get lost tonight Каждый флорентиец мечтает выбрать лучший университет для своего ребенка, найти самое лучшее жилье для своей семьи и не получить штраф, утром выезжая на своей машине на работу. Но самое главное, каждый флорентиец знает, что все жители его города уникальны, потому что... Мы знаем себе цену, ценим свое происхождение Уважаем друг друга Не отступаем на полпути, разбираемся в искусстве Вкусно готовим Заботимся о семье Любим, как в последний раз Ни за что не променяем свой город Прожить свою жизнь достойно – это самое настоящее искусство Мы можем все вдохновляться книгами, фильмами, картинами Жизнь других, в конце концов Но только от нас зависит, будет ли наша жизнь шедевром или подделкой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok